Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. На вопросы, связанные с льготной дорогой, со своевременностью выплаты отпускных и зарплат, сегодня глава региона ответил в ходе прямой линии, которая прошла на радиостанции «Север-ФМ». Кроме того, глава региона поделился планами на предстоящий летний период, когда округу предстоит большая подготовительная работа, связанная с завозом во время навигации грузов для обеспечения важных процессов жизнедеятельности округа на ближайший год, и ответил на вопросы радиослушателей. Ненецкий округ входит в летний период. Он для региона, имеющего сложную логистическую схему, имеет особое значение. В частности, морям необходимо завести весь объем грузов, в том числе и строительных. Несмотря на все сложности с бюджетом, строительство в регионе не заморожено. Речь идет как о возведении жилья, так и строительстве дорог. Мы должны завершить дорогу по Октябрьской улице. В 2015-2016 году были приведены основные дороги. Октябрьской еще осталось. Дальше Чернова-Рыбников. Мы должны будем завершить эту работу в районе Факела. Планируется завершение строительства уличной дорожной сети до осени этого года. Мы продолжаем строительство автомобильной дороги. Как раз-таки четвертого участка на протяженность почти 15 километров на Ринмар-Усинск. И мы строим практически 100% на федеральные средства. И как раз вот этот участок планируется завершить осенью. Сейчас ведем активную работу с тем, чтобы получить средства на строительство третьего участка с мостом через реку Шапкино. Поэтому работы на самом деле очень много. Начать строительство, отмечает Игорь Кожин, это одно дело. Другое – завершить объекты. На сегодняшний день к сдаче планируются школы в Тельвиске и Нижней Пёше, а также школа-долгострой в Красном. Когда они будут сданы, прежде всего, зависит от действий руководства Заполярного района, который является заказчиком объектов. В городе, в микрорайоне авиаторов, в этом году планируется к сдаче детский сад на 220 мест. Если для одних лето – это высокий рабочий сезон, то для других – период массовых отпусков. Поэтому жители региона волнует вопрос, остается ли ограничение по авансированию льготного проезда к месту отдыха и обратно. В прошлом году оно составляло 10 тысяч рублей на одного члена семьи. В этом году мы будем авансировать льготную дорогу, исходя из размеров 35 тысяч на одного человека плюс члена семьи, которые находятся на Иждивене. Будем оплачивать полностью, мы резервируем под это необходимые финансовые ресурсы. Поэтому в этом году у нас таких проблем не будет. Нам удалось их решить при формировании бюджета на этот год. Еще одна хорошая новость касается введения чартерного рейса до Москвы. В ближайшие дни Наринмарский объединенный авиаотряд должен объявить конкурсные процедуры с тем, чтобы найти компанию-перевозчикам. Стартовые условия, которые мы задаем, остальную стоимость будет компенсировать окружной бюджет. То есть мы будем субсидировать также этот рейс, как субсидируем внутрирегиональные авиаперевозки. Стартовые условия – это, соответственно, 8 тысяч рублей билет, без ограничения, там все эти багажные истории. Будет выполняться по субботам, начиная с июня месяца, включая первую неделю сентября. Вот такие стартовые условия. Стартовые условия, которые мы задаем, остальную стоимость будет компенсировать окружной бюджет. То есть мы будем субсидировать также этот рейс, как субсидируем внутрирегиональные авиаперевозки. Прокомментировал в ходе прямой линии Игорь Кожин и решения, принятые депутатами окружного парламента на прошедшей сессии. Один из них касался реорганизации учреждения образования. Цель очень простая – это сократить издержки, которые идут на АУП и на административно-хозяйственные расходы, и направить высвободившие средства, прежде всего, на учебный процесс. Потому что на сегодняшний день у нас по многим нашим учреждениям крайне слабая материально-техническая база. Я вчера проехал по нашим учреждениям, слушайте, у нас кое-где нет элементарных вещей. Но в то же время у нас порой встречаются, есть излишне раздутые штаты начальников, на самом деле. Если мы периодически говорим, что у нас слишком много администраций, то у нас этих администраций много, в том числе и в учреждениях. А всё сегодня зависит от количества детей. Поэтому, если в населенных пунктах у нас будет одно юридическое лицо, там школа-сад, они получат экономию и будет возможность больше платить людям стимулирующие оплату труда. Не оставил без внимания Игорь Кошин и вопрос, касающийся выплаты 10 окладов работникам учреждений бюджетной сферы, выходящим на пенсию. Он тоже должен был быть рассмотрен на минувшей сессии, но его перенесли на июньское заседание. Глава региона пояснил, для детального решения данного вопроса в окружном парламенте создана рабочая группа, которая определит, кто будет иметь право на получение данной выплаты. Это касается и стажа работы, и категории работников бюджетной сферы.